Рядом со мной Александр Сереженкин, компания «Электромобили Мира». Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень благодарю за приглашение на неделю российского ритейла. Мне очень интересно ознакомиться здесь с теми компаниями, которые имеют прямое отношение, все практически имеют прямое отношение к грузоперевозкам по городу. Так вот, на сегодняшний день самая главная новость компании «Электромобили Мира» это то, что в России начали собираться отечественные российские маленькие электрические грузовики, которые абсолютно экологически чистые, и они предназначены для перевозки в первую очередь продуктов питания по городу. Мы очень рады представлять такие модели, и этим летом у нас будет открытие нескольких брендов российских производителей, которые собирают уже в России абсолютно автономные электрические автомобили, которые делятся по сегментам минивэн, кроссовер и маленький автомобиль, который будет предназначен для такси, хотя для такси и будет предназначен и минивэн. Вот, этим летом мы будем рады всех вас пригласить. Календарь наших мероприятий можно посмотреть в нашем официальном средстве массовой информации. У нас есть специализированный журнал, который рассказывает исключительно о электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Он называется «Зеленая точка старта». В любом поисковике, если вы наберете зеленую точку старта, мы представлены во всех соцсетях, Яндекс, Зен и так далее. Заходите, читайте наши новости. Ну, из тех событий, которые мы готовы сразу всех участников выставки пригласить, это выставка «Экспоцентр», выставка возобновляемой энергетики и электрического транспорта. Она пройдет в экспоцентре «Москва» 21-23 июня. Далее у нас будет пятое ежегодное спортивное мероприятие, которое мы проводим каждый год. Это единственное и самое крупное спортивное мероприятие, касающееся спортивных соревнований на разных видах электрического транспорта, начиная от моноколеса, самоката, мотоцикла и так далее. Значит, это мероприятие называется «Электрофест». Ее очень легко найти в интернете. Оно пройдет 9 июля. Далее у нас мероприятие «Опен Вилледж». Это открытие огромной деревни в пригороде Москвы, где мы рядом с каждым домовладением устанавливаем электрический автомобиль и зарядную станцию. Благодаря нашим партнерам компании «Рус Энерджикарс» мы имеем возможность не просто устанавливать зарядные станции, а ставить полную инфраструктуру зарядной станции, которая будет управляться с мобильного приложения и не просто служить зарядкой для вашего автомобиля, а еще и приносить вам какие-то финансы за то, что вы заряжаете соседей. Далее у нас выставка «МИМС Автомобилити». Она проходит, опять же-таки, в экспо-центре 22-25 августа. Это международная выставка запасных частей товаров для технического обслуживания автомобиля. Там нами будет представлена конференция производителей комплектующих и зарядных, комплектующих для сборки электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Ну и крайняя, не крайняя выставка, а еще выставка в экспо-центре у нас будет выставка путешествий и техники для активного отдыха, которая называется «Поехали». Она будет проходить 2-4 декабря, на которой мы с удовольствием представим новейшие разработки квадроциклов электрических, снегоходов, снежной собаки. Если вы не знаете, это такая штука, на которую становишься и гоняешь по любым снежным заносам. Мы ее назвали «Снежная собака». Также мы уже начали выпуск электрических двигателей навесных, как электрические моторы. То есть замена бензиновым мотором, потому что все больше и больше парков принимают законы о том, что внутри парка и тем более на водохранилищах ни в коем случае нельзя использовать устаревшую, доисторическую, вредную для экологии бензиновую и дизельную технику. Там нужно использовать только экологически, чистую и электрическую. В нашем составе также есть лаборатория по испытанию двигателей и еще несколько изданий, о которых я сейчас не буду говорить, но вы всегда можете новости о тех журналах, в которых мы начинаем новые публикации, прочитать в нашем специализированном журнале «Зеленая точка старта». Я очень благодарю за приглашение на эту выставку. Мне приятно ознакомиться с всеми участниками, посмотреть, кто что предлагает и в наши непростые времена пожелать всем спокойствия, благоразумия и абсолютно самодостаточности внутри нашей страны, потому что как бы сплотившись все вместе, мы можем не просто победить все, а мы еще и распланируем так, что у нас транспорт будет буквально через несколько лет самым умным, автопилотируемым, экологически чистым и гораздо, может быть, даже более технологически интересным, нежели чем те экземпляры, которые мы сегодня продаем на российском рынке из электрического транспорта по большей части, производимого в Китае. Всех благодарю, всем драйвия, процветания и благоразумия. Спасибо вам большое. Надеюсь, что буквально пройдет несколько лет, и мы сделаем свою Теслу гораздо лучше, гораздо проходимее, гораздо с большим временем хода, и мы уже без тени юмора будем говорить, как тебе такое, Илон Маск. Хотя бы я бы сказал, что вот мне не сильно нравится вот это, как тебе такое. Илон Маск сделал. Нам надо сделать и сказать, посмотри, пожалуйста, дай свою оценку, потому что как бы, ну, сами понимаете, нужно уважительно относиться к тем, кто строит гигафабрики, а мы пока что на сегодняшний день собираем только не более 100 машин в месяц. Это просто капля моря с Илоном Маском. Спасибо, и мое мнение таково. Спасибо, и мое мнение.